Доброе утро, друзья! Ну что ж, к нам присоединилась наша очаровательная утренняя гостья. Сегодня у нас в гостях Светлана Русинова, профориентолог. Доброе утро! Человек, который поможет найти свое призвание. Доброе утро! Доброе утро, девочки! Доброе утро, любимый город Киров! И сегодня действительно мы поговорим об актуальной проблеме, которую можно решить как ребятам, которые закончили 11 классов, так и тем, кто и пойдут в первый класс, и, конечно же, взрослым. Сегодня очень много говорят о том, что мы выбираем не одну профессию, как наши родители, мы выбираем профессию, несколько профессий, которые будут нас содержать, кормить и все остальное на протяжении, может быть, даже всей своей жизни. Нужно уметь учиться всю жизнь, приобретать какие-то знания, необходимые нам навыки. И мы это называем самоопределением. Самоопределяться нужно вообще на протяжении всей своей жизни. И в этом помогают различные методики. Сегодня в школах, в том числе и города Кирова, профориентации занимаются психологи. И меня очень радует, что сейчас на уровне законодательной власти и в Российской Федерации, то есть в нашей любимой стране, я говорю о малой родине, у нас еще большая родина, стали говорить, что должны быть специально обученные люди, кто будут заниматься профориентацией. То есть что такое сегодня профориентация в школе? Хотелось бы нарисовать, но нет пока возможности. То есть вот есть человечек, на его направление, на его жизненной траектории влияют кто? Родители, влияют кто? Друзья, ну и влияет соответствующим образом школа. Когда он заканчивал 11 классов, получает, дает ЕГЭ, проходит этот тест-марафон, он определяется, в каком же направлении ему двигаться. А если бы раньше был специалист, ну не психолог, который провел формально тесты, поставил там, где нужно нужную галочку, и ему сказали, там, человек-техника, человек-человек и все остальное. Ну такой, еще нас. Я сама когда 12 лет назад заканчивала школу, нам ничего не изменилось. Сейчас есть разные методики, которые используются, но это в основном тестовые варианты. А если бы был специалист, кто бы мог ребятам на протяжении, начиная с первого класса, вести вот эту индивидуальную, образовательную, не только траекторию, но и индивидуальную, карьерную планировать, было бы, наверное, замечательно. Вот вы как сами определялись? Кем бы вы хотели стать? Это был такой сложный процесс, потому что сначала хотелось одного, потом второго, потом третьего, но в итоге все-таки я определилась и поняла. А кто? Вы сами определились? Или на вас кто-то повлиял? Не было, к сожалению, такого человека, который подсказал бы, поэтому приходилось. А хотелось бы вот в то время, или вы не задумывались? Был бы такой вот тьютер, как его сейчас называют? Наверное, я не задумывалась, но было бы гораздо все проще. Наверное, я бы начала уже готовиться раньше. Метод проб и ошибок просто. Пробуешь себя везде немного, и из-за этого очень много времени тратится. Ну вот как раз, опять же, получается, мы приходим к понятию самоопределения. То есть мы сами себя определяем. И вот ту диагностику способностей, которую мы сейчас проводим в городе Кирове, начиная там с деток 12+, правда, для первоклассников я не хоть и сказала, но там для первоклассников другие варианты. Это кружковое движение, когда есть возможность через социальную пробу, попробуй, держи, история успеха будет более актуальна. А для ребят 12+, и до 63, 65, да, для мужчин повышения, помните, пенсионного возраста, можно поиграть. Это игровой формат, диагностика способностей, когда в игровом формате мы даем кейсы. И уникальность этой методики заключается, во-первых, то, что ее разработал когда-то Карл Юнг, а потом ее переработали наши московские друзья из Московского государственного университета имени Ломоносова и трансформировали именно в игровой формат. То есть это не формат решения тестов. Когда ты пришел и к компьютеру определенные вещи поставил, мы прорабатываем уже за полтора часа, решая те или иные кейсы. И за счет этого ты познаешь себя сам. Вот тогда вы мне ответили обе, что путем проб и ошибок вы сами шли к этому пути. И диагностика, она дает возможность самого себя и знать внутри. То есть не родитель, который я как мама говорю, так, мой сыночек туда-сюда, да, или там мамочка, там, ты говоришь, тут-туда. А тоже, извините, вот как вам кажется, родители способны наставить на верный путь или все-таки человек сам должен это все сделать? Я очень много общаюсь с родителями. И знаете, на сегодняшний день наши родители заняты в большинстве случаев чем? ЖКХ, квартира, ипотека, продуктовая корзина. Другими вопросами. Очень мало родителей, но меня радует, что процент в городе Кирове повышается, те, кто начинают понимать, что самая лучшая инвестиция – это инвестиции своего ребенка. Китайская философия, о чем гласит, да, как они там, да, то есть у них нет пенсии. И заботятся кто? Молодое поколение, да, поэтому, возможно, так, если подумать, не взять ли нам, да, восточный, да, не так все просто. Но тут ведь нужно еще обладать какой-то, не знаю, психологией. Ведь никто, смотрите, никто лучше родителя, да, и самого себя, никто нас не знает. Что бы ни говорил дядя или тетя, которые пришли в класс и говорят, поднимите эту нужную карточку, это люди, которые наблюдают со стороны. Родители могут помочь, но, конечно, в этом случае, как инструмент, приходит специалист, который разбирается в детской психологии, в особенностях развития рынка труда на сегодняшний день, перспективных профессий, которые меняются под новыми технологиями. Сегодня очень много говорят об атласе новых профессий. Мы знаем, что некоторые профессии уходят, потому что появляются технологии новые, и, соответственно, спрос на эти профессии возрастает. Будут так называемые сквозные компетенции, то есть набор компетенций, который пройдет через все профессии. Это робототехника, искусственный интеллект, умение программировать, это 3D-технологии. И, опять же, повторю, что меня радует, что в городе Кирове родители стали задумываться об этом, что это как кубик-рубик, который мы будем крутить, и в зависимости от отрасли, куда мы попадаем, мы будем трансформировать свое сознание, но это лучше начинать сейчас делать. Ну и что же нужно сделать? Что же нужно сделать? Нужно отдиагностировать как раз по данной методике. Методика очень хорошо себя на сегодняшний день оправдывает, и мы видим результат. У меня есть пара успехов в этом направлении, когда я, продиагностировав ребят 11 класса на входе в сентябре, я сейчас вижу на выходе, когда они в сентябре определяли одно ЕГЭ, мы провели диагностику, выявили его. Что такое диагностика? Это способности, сильные стороны личности, это зоны его развития. То есть попадая в ту или иную среду, ты понимаешь, что у тебя есть коммуникация, есть эмоциональный интеллект, ты сможешь работать на телевидении, да, опять же, то есть это тот конструктор компетенции, ты будешь подстраивать. Или наоборот, ты интроверт, человек, которому нельзя работать, ему сложно, он не может публично. Лучше с бумагами, наверное, с документами. Да, а это айтишники, айтишники, я сама столкнулась, опять же, да, все идет же от своей боли, от своего личного такого направления. У меня сын интроверт, а я экстраверт, и мне очень сложно в этом направлении уживаться, то есть мне приходится, каким образом, мне приходится принимать интроверта и понимать его уровень принятия решения, поэтому мне сейчас тоже хотелось узнать, кто же вы у нас. Такой небольшой, давайте мы так, по-каку. Переместра, да, да, кажется, что нельзя нам с тобой на телевидении работать, что вы не делаете? Нет, мы, девчонки, как бы, вот смотрите, всю диагностику я не смогу представить, что это полтора часа, но маленькие фрагменты определить, там определяются четыре типа основных, которые влияют на сильные стороны и зоны развития. Поэтому мы начнем, наверное, с экстраверсии, опять же, интроверсии. Я сейчас вам скажу две пословицы, а вы просто выберите та, которая для вас больше приемлема. Как вы принимаете решение? Семь раз отрежь, и один раз отмерь, и семь раз отрежь, или вяжемся в бой, а там разберемся? Вот мне второе ближе. Вяжемся в бой, а там будем разбираться. И вот чаще всего, это такой тоже первый вариант, когда мы начинаем диагностировать, но диагностика по экстраверсии, интроверсии там нужно рисовать, а 15 минут вы идеальную комнату здесь мне не нарисуете, и эфир закончится. Поэтому чаще всего люди, интроверты, это люди, которые взвешены, обдуманы, принимают решения, они сначала отмеряют, потом начнут отрезать. А экстраверты, они в бой. А по ходу разберемся. Если что, это люди очень гибкие, которые могут очень быстро приспосабливаться по те или иные условиям и менять эти условия. Я не буду говорить про наших депутатов, но есть очень сильные личности, которые так вот мне, например, очень импонируют. Отлично. И еще есть у нас такое понимание в диагностике, мы определяем мышление и чувства. Часто люди, да, кто-то мыслительный процесс, и вот здесь идет ошибочно. Почему-то все думают, что интроверты, они мыслители. Мыслители. Нет, экстраверты, они тоже принимают решения мыслительными, а не чувствами. Ну да, там обычно говорят, мужчины у нас логики, женщины там у нас, да, немножко совершенно по-другому, там верим в чудеса. И сейчас такой небольшой вам экспресс-тест, потому что я очень вообще в обучении сейчас приемница, во-первых, проектной деятельности, а во-вторых, интерактива. Прошло время, когда мы там сидели и что-то делали. Значит, девчонки, вот смотрите, вы работаете на телевидении, да, вам дали проект, очень крупный, хороший проект, федеральный, да, есть возможность выйти на федеральный уровень. И вы набираете, значит, у вас одна команда, у вас вторая команда. Вы набираете людей себе в эту команду, предположим, 10 человек. За победу на этом федеральном уровне вы получаете путевки на отдых. Вот куда захотели, давайте полетим, например… В Испанию. Да, в Испанию. Дети меня любят в Артек, да, как это мы с вами… Ну, мы с вами в Испанию полетим, значит, вы получите на всю команду, да, вот на 10 человек, в том числе, включая вас как капитана этой команды, командира этого проекта, вы получите эти путевки, этого 11. Значит, вы работаете над проектом, все как бы хорошо, все идет по плану, выигрыш уже не за горами, и вдруг у нас повышение НДСа 20% получается, ну, евро, доллар там возрастает, и вам говорят о том, что, ребят, извините, вот мы, хоть и федералы, но не рассчитали немножко вот здесь вот свой бюджет, поэтому вам, к сожалению, придется отправить только из 11 человек, вот, да, вашей команды, которые вот они действительно поработали, они все там здорово, как замечательно, вы уже прямо в финале, но путевки получат только 8. Вот каким уровнем вот вам нужно принять решение, как капитану, командиру проекта? Я не люблю такие вещи. А, это важно, это вот как раз мы с этим кейсом, там еще есть другие кейсы, но вот один из кейсов, который мне вот очень импонирует, опять же, видно, да, там, как взрослый, как школьник даже, да, начинает принимать решение. Итак, каким образом? Ох, сложная задача. Начнем с тебя, начнем с Елены. Ну, то есть победитель у нас 10, я так понимаю, да? А у нас победитель вообще все 11, да, все 11 человек, но путевок всего 8. Не знаю, я предлагаю сдать все эти путевки и купить путевки подешевле, чтобы хватило на всех. Ну, кстати, это классный вариант. Но вы не слушаете ее? Вы как будто не слышали. Я думаю о том, что все-таки отдала бы эти 8 путевок, да, тем, кто действительно хорошо потрудился. Даже не... Хорошо потрудился. Не обращаю внимание на себя. Хорошо, хорошо потрудился. По каким критериям вы будете это? А вот это очень сложно. А вот это очень важно. Я сейчас начинаю, с вами все понятно мне уже. Я уже с вами все поняла. Вот с девушкой хотелось бы так это немножко покопать. Ну, в чем проблема? Тут смотря от того, какой вообще проект. То есть есть люди, определен монтаж, есть сборка, есть те, кто корреспонденты выезжают. И вот в зависимости от того, кто вот прям, ну, вложился до конца... Значимость. Да? Или нет? Нет, незначимость. Вот прямо вот 24 на 7 работаешь, работаешь. Вот кто так сделал, тот и молодец, тот и едет. Возможно, это даже был бы не автор проекта, да, а вот другие люди. Но вот они так сделали. То есть вы... Сложно. Смотрите, мне сейчас, вы принимаете решение чувствами. То, что вы сказали, я все сдам. И во благо людей, для вас, во благо людей, вот тех людей, которые работают с вами, это для вас вообще понятие команды очень важно, да, хотя для нее тоже важно. Но тем не менее, вы сдаете путевки, тоже один из вариантов решения этой проблемы, этой проблемы возникшей, и вы покупаете наиболее дешево. Но вы подумали обо всех, да? Вы никого не удалили из проекта, да? Всех один из человек вы отправляете. Сейчас все подумают, что со мной работать опасно. В Испанию. Не в Испанию, а там, я не знаю, куда. В Краснодарский край, как один из вариантов. Ну, вы отдыхаете, да. В Испанию, но в три звезды, не в пять. Ну, тоже вариант. Значит, а с вами? Опять же, вы мне четких критериев не дали, да? То есть вы начали... Пример критериев тогда, какой? А вот вы должны сами сейчас определить, какие у вас критерии. Потому что это очень важно, по каким критериям мы с вами... Потому что пока у вас преобладающий чувственный тип. Но вы пошли по пути все-таки ранжирования людей, там опять определяя их по значимости в проекте. То есть там монтажник, он там два часа работал, я там звезда работала пять часов. Ну, вот не скажи, наоборот бывает так, что звезды-то у нас работают и по часу, а вот монтажник сидит и монтирует до ночи просто. Вот тут вот уже... Давайте вот конкретно критерии. Конкретно. Ну, те, кто потратили на работу больше всего времени, вот так вот. Больше всего времени. Преобладающий тип мышления, поэтому у вас, да, у вас в этом направлении. То есть два кейса нам позволили решить, что вы обе экстраверта, да, оба экстраверта. Но один с преобладающим типом чувства, второй мышление. Там четыре диапазона, которые мы складываем и как раз прорабатываем вот этих кейсов. То есть мы не только говорим, мы рисуем, мы пишем. Мне очень нравится кейс на деньги и еду. Там вообще, там даются 10 характеристик сначала еды, 10 характеристик денежек. И когда пять пропишешь, еще пять, вот как раз, знаете, вот это, как называют, доктора, вот это вот все-все-все, да, изнутри. А ведь, ну, я, конечно, не психолог, профорентолог, это специалист, который на стыке. И психология у меня есть базовое образование, и знание, вот, а вообще развитие карьерного планирования, да, специалист. И знание рынка на сегодняшний день труда. Потому что я знаю, опять же, что есть технологии, которые пришли, и тех технологий, то есть это умение прогнозировать ситуацию. И вот еще напоследок, наверное, хотелось бы отметить, что нам, такой хороший, мне кажется, сейчас хрештег может появиться, не бойся пенсии, а действуй, да. Кстати, Светлана, по поводу пенсионеров хотелось спросить. Многие же сейчас хотят работать. Да, да, вот эта диагностика, то есть в конце этой диагностики, самое интересное, наверное, мы выдаем вот такой отчет о типах. И в конце этого отчета мы видим, значит, это профессиональное предпочтение. В этих профессиональных предпочтениях есть рейтинг для данного типа, да, который мы определили сами, а не компьютер определил. То есть вы сами своего, да, изнутри его, да, а я просто вам помогла, да, упаковать это. Интересно. То есть мы даем наиболее предпочитаемые сферы деятельности, то есть исходя из ваших сильных сторон и зон развития, и те, где вы наименьший успех будете достигать. Да, приходят, говорят, не в своей тарелке. Это вот как раз, чтобы не быть в своей лодке, а я называю это яхтой на сегодняшний день, красиво так. Вот обязательно даже людям, кому заняться, методика мне, она близка тем, людям, которые работают в нашей команде, тем, что ты сам себя. То есть, опять же, повторюсь, что родитель, да, и ты сам себя можешь только познать. А мы просто помогаем в этом. Ну, это очень интересно, даже вот сейчас мы два кейса, да, с Еленой успели раскрыть для себя, поэтому, друзья, если вы еще не знаете, кем же вам быть, или вы чувствуете себя, как уже сказали, не в своей лодке, не чувствуете себя на яхте. Значит, пора что-то менять, друзья. Именно, может быть, самый тот момент настал, что нужно обратиться к профориентологу и узнать, к чему же все-таки лежит ваша душа. Кстати, вопрос к профориентологу. Как вы начинаете свое утро? Своё утро я начинаю с улыбки, потому что знаю, что счастье и успех улыбаются тем, кто улыбается ему. Это прекрасно. Это прекрасно. По-моему, это отличное начало дня, отличное начало утра. Ну что ж, мы благодарим Светлану за прекрасную информацию, которую вы сегодня нам сказали. Я уверена, что многие взяли на заметочку. Спасибо.